МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рыста Хакаси решила омолодить экономику. Впервые дела молодежи отдали имени Министерства образования или культуры. На молодых людей смотрят как на экономический потенциал республики. А ресурс огромный. Треть от всего населения региона. Однако Хакасия теряет молодые руки и светлые головы. Специалистов правительства республики привлекает, но этого недостаточно. В медицине и образовании по-прежнему дефицит кадров. Старожилы в профессии уходят на пенсию, в больнице и школу бьются за молодую кровь. Из разряда востребованных также технические специальности. К нам постоянно обращаются работодатели, представители различных предприятий, частного бизнеса, которые желают взять на работу, кстати, на не самые низкие должности студентов нашего вуза. С проектом Абакана-Черногорской агломерации Хакаси потребовали специалисты и высокого уровня, в том числе архитекторы и проектировщики. Обеспечение такого мощного прироста требует новых и новых ресурсов. Так вот, как раз молодежь – это тот самый важный потенциал и ресурс нашего региона. Заинтересовать молодежь и удержать в регионе можно, уверены власти, решив главную проблему – жильем, да помочь воплотить собственные идеи. Для этого власти готовы выделить гранты. Самые полезные для Хакасии проекты получат господдержку. В Хакасии откроется банк, необычный для финансового рынка республики. Его вкладчики – лишь молодые люди, а вложения не измеряются валютой. Его главная ценность – идеи, реализовать которые помогут республиканские власти. Государственную поддержку и помощь получат выгодные для Хакасии предложения. Причем автор идеи остается в доле. Ему отдадут процент от раскрученного им дела. Начало банку молодежных идей и проектов уже положили. Идет сбор интересных работ. Сформировали и площадку – молодежный центр стратегических инициатив и проектов. Его открыли при Министерстве экономики Хакасии. Мы поставили перед собой задачу собрать по республике идеи молодежи для того, чтобы каким-то образом систематизировать их. И в любой момент уже можно было бы при изменении ситуации обращаться к этому банку идей. Возможно, для предложения тем же инвесторам, чтобы они вкладывали средства. Вместе с идеями собираем и контактные данные авторов идей. И мы не претендуем на авторские права. Мы, наоборот, готовы продвигать эти идеи именно совместно с авторами. В центре молодые люди смогут предлагать и обсуждать свои идеи с представителями власти. А значит, получать и оценку. Признают эффективными, заинтересуются. С воплощением их в жизнь вопрос не встанет. Профинансируют. Помогут молодежи и с работой. При центре создают базу вакансий. В нее войдут все предложения. И можете не сомневаться, даже без опыта работы вы подберете варианты. А если в ваших планах трудиться только на себя, например, открыть собственное дело, ограничивать не будут и здесь. Более того, молодых предпринимателей поддержат финансово. Решение жилищной проблемы в центре займутся и ей. Молодым людям, которые захотят жить и работать в Хакасии, выделят земельные участки. Специально для этого разработали изменения в закон. Поправку депутаты рассмотрят на майской сессии. Центр не исключает и варианты потечного кредитования на выгодных для молодежи условиях. Насколько мне известно, молодежь из других регионов тоже интересуется нашими направлениями поддержки и готовы приехать в республику для того, чтобы обосноваться здесь на постоянное место жительства и участвовать в развитии республики. Заинтересуют ли подобные условия молодежь в нашей республике? Об этом мы спросили у жителей Хакасии. Я думаю, да. Раз такое выгодное предложение, почему бы и нет. Сто процентная квартира, трудоустройство, место. Вот я, например, на врача учусь. Мне очень важно, чтобы потом как-то себя реализовать. Это хорошо. Соответственно, кто-то этим воспользуется скрещением. Значит, здесь будет больше специалистов. Потому что проблемы жилья на данный момент – это самая актуальная проблема для молодых людей. Когда это сто процентов, когда гарантия в этом есть, когда уверенность у человека есть, тогда, наверное, может быть и получится. Если вам до 35 лет и вы готовы сделать идейное вложение, послужить развитию республики и получить с этого процент, Молодежный центр стратегических инициатив и проектов ждет именно вас. Специалисты ответят на любые вопросы. Письма принимают по электронному адресу, который вы сейчас видите на экране, а также по телефону 215-230. Специалисты посчитали, с привлечением способных девушек и юношей, валовый региональный продукт Хакасии вырастет на 7-8% за год. Планка высокая, в среднем по России эта цифра в два раза меньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова